Ой, вредно! Вот это вы актриса! Как пять лет института, ты знаешь, что? И хоть начиная с четвертого курса Белорусского театрально-художественного института судьба крепко связала Светлану Боровскую с телевидением, свой след в кинематографе она оставила. Ведь в ее портфолио более 17 картин, среди которых и полный метр, и сериалы. Какой амплуа Светлана на себя только не примеряла. И верны подруги. И страстной певицы, и преданной жены, и даже директора школы. Неоднократно Светлане Боровской даже не приходилось входить в роль, как, например, в мелодрамах «Сильная слабая женщина» или «На спине у черного кота». Ведь там она исполнила роли дикторов. Учитывая тот факт, что ролей у Светланы Боровской много, предлагают топ ее знаковых картин. Итак, начнем с комедии, вальсирующей наверняка. Ведь это дебютное появление Светланы Боровской на большом экране. Поставил ленту ныне известный режиссер, сценарист и актер Максим Воронков. Криминальная комедия «Вальсирующая наверняка» стала своеобразным ремейком культового французского фильма «Вальсирующие», снятого Бертраном Блио 20 годами ранее. Однако мысли эпопеи о поколении 60-х легко вписались и в 90-е. В центре сюжета два безбашенных друга. В своей жизни они полагаются сугубо на удачу. Причем это сама жизнь. По их мнению, все им дает свое распоряжение. И чужие авто, и чужие деньги. Чего не скажешь о любви. В ролях мы увидим Татьяну Васильеву, Георгия Маратиросяна, Евгения Мургунова и, конечно же, Светлану Боровскую. В своей дебютной роли юная актриса задерживается на большом экране всего на пару минут. Здесь она играет молодую мать, которая едет на встречу со своим мужем. И пусть роль эпизодическая, однако как она ее исполнила. Пока. Удачи. Ну а мы двигаемся дальше. И на очереди приключенческая лента от Николая Князева «Огненный стрелок», снята в 1994 году на базе «Беларусьфильма». В центре сюжета полные необычных приключений и находок истории о мальчика-чайке. Защищая природу, он однажды вступает в борьбу с человеком-охотником, «Огненным стрелком». Светлане Боровской в фильме досталась весьма яркая роль. Она с легкостью меня шляпку за шляпкой проходит по кинопленке аллегорично-музыкальной сказке плечом к плечу с такими звездами кинематографа, как Валерий Гостюхин, Нина Усатова и Алексей Булдаков. Ну а мы плавно переходим в 1997 год. Именно тогда на экраны выходит блокбастер, снятый по мотивам романа Александра Звягинцева от режиссера Юрия Музыки под громким названием «Дезертир». Именно там Светлане Боровской удалось исполнить одну из своих самых характерных ролей. Здесь зритель увидит, что актриса не из робкого десятка. Ну, во-первых, она исполняет роль жены офицера-десантника по кличке Скиф, который на пути к любимому в Афганистан. Приходится преодолеть массу трудностей. Ну а во-вторых, так робко и красиво сыграть кровяные сцены может только большая актриса. История о русском Рэмбо, которая отважно спасает любимую из лап душманов, снималась на болгарских просторах. Ну а на просторах кинематографа также нельзя пройти стороной четырехсерийную романтическую мелодраму «Нежная зима» от режиссеров Ирины Волох и Анны Пармас. В истории, где люди и судьба переплетаются и пересекаются, Светлана Боровская перевоплотилась в известную журналистку Риту Дубровскую. Перед зрителем разворачивается настоящее любовное полотно в декорациях актерского быта. Любовь и слезы, счастье и разочарование. Компанию по кадру в четырехсерийной мелодраматической картине «Нежная зима» Светлане Боровской составили Юрий Стоянов, Игорь Ботвин и Борис Хвашнянский. Вот они, где звезды светят. Слушайте, прям мурашки побежали в очередной раз после такой подборки. Рекомендуем пересмотреть эти кинокартины от начала и до конца. Да, вот они, где звезды светят. Вот у нас здесь, на нашем диванчике, мы вам обещали, Светлана Боровская, свой день рождения, пришла к нам. Доброе утро. Доброе утро, девочки, доброе утро, доброе утро, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Беларусь-1», спутник телеканала «Беларусь-24», программа «Добрая разница, Беларусь», и это мы. Вы знаете, я вот сейчас ехала по городу, это такой пласт лежит, как первая любовь. Люди просыпаются, кто-то идет на работу, все вот это вот так, все трогательно. И этот столик, столик, мой алтарь, знаете, это мой алтарь. С блинами. Любви утром, а, да, про блины. Зрители нас не поймут, мы даже вас с днем рождения в прямом эфире не поздравили. С днем рождения, наша дорогая Света, но вы приходите к нам с подарком, расскажите, что за традиция. Да, это не подарок, это мамочка делает уже, ну вот сколько, 31 год, 25, доброе утро, по-моему, что-то такое, я уже запутала. 26 почти. 26, молодцы, так и кричите всегда. 27, 50, и 100, и потому что утро наступает всегда, и пусть оно будет добрым. Мама делает блинчики с творожком. Все, кто когда-либо работал, от операторов, техников, гримеров, всех, все ведущих, саму собой, в первую очередь, все пробовали эти блины, я сказала вчера, мамусик, сделай, и вот она сделала, я принесла, ребята, сейчас все попробуем. Все. Мама, спасибо, что родила. И спасибо, что, посмотрите, сколько лет она хранит эту традицию. По-прежнему, по-прежнему. Дорогого стоит. О традициях мы заговорили, Света, какие еще традиции есть на день рождения? Я знаю, что вы всегда работаете. Я всегда работаю, мне это нравится, потому что, ну, слушайте, ну, я не знаю, может быть, кто-то счастлив живет, если он не работает, но если много детей, то это очень трудная работа, но в этом есть какой-то смысл. Вообще, понимаете, мне кажется, что моя работа, я пришла к такому выводу, что это такое познание себя, мира, этого странного и удивительного, но местами прекрасного. И вообще, мне кажется, зрители, вы все мои спутники и товарищи. Вот мы вместе что-то узнаем, познаем, согреваем друг друга. Представляете, мне уже сегодня ночью поздравляли меня герои, которых я снимала вот только-только, они еще будут 2 и 16 декабря. Мы подружились, они приедут ко мне в гости. То есть, столько новых друзей, потому что мы просто не знали друг друга. Мы не знали, что нам так весело и интересно. Ну, они-то вас знали точно, что за пределами этой студии столько всего тоже интересно. А то, знаете, одни артисты знакомых, то все это с ума можно сойти. Ох, это жизнь. Но все-таки столько лет, больше 23 лет точно вы просыпались каждый понедельник. Да, да. Какие-то другие тоже дни у вас были эфирными. Ну, было 2 эфира, то 3 эфира. То есть, это была жизнь подчинена эфиру, все равно потому что, если ты встаешь в 4 утра, ты целый день, ну, я почти не разговаривала, потому что ты набираешь энергию. И потом ты не можешь уснуть, и потом ты как-то себе придумываешь. Потом очень трудно. Ну, в общем, это такая, знаете, прям такая солдатская история. А проснуться-то как, вот бодро? Утром бодро сидят Светланы Боровской. Утром бодро невозможно, но как барон Мюнхгаузен, ты вытягиваешь себя за волосы, ты просто встаешь, молча идешь, делаешь всякие штучки с зубами, глазами и всем, включаешь очень громкую музыку, как, например, сегодня, когда я ехала в машине, я даже когда залетаю на телек, у меня открыты окна, и музыка гремит, говорит, что вот даже те, кто случайно на улице улыбаются и говорят, о, доброе утро, едет моя лягушонка в коробчонке. Наша света. Да, 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 да. Слушайте, представляете, ловлю себя. Как это, как это в мониторе? Я же не посмотрела, не успела, я же гостья не успела проверить. Все прекрасно, Светлана. Вы уже упомянули, что вы сдружили с героями вашей программы. Уже почти три года исполняется 21 ноября. Да, 21 ноября три года этой программе, и это какое-то чудо вышло, потому что, ну, не стану говорить уж, надоели эти звезды столичные. И на нас так подозрительно посмотрели. Нет, просто на самом деле мне очень нравится из людей, которые не предполагали стать звездами в том понимании публичности, но когда они мне говорят, на следующий день я просыпаюсь, иду по улице, иду на работу, со мной все здороваются в их городе или в маленьком поселке, или где-то еще. Ну, человек славен там своей работой тем. И понимаете, вот кто, вот кто мой герой в программе? Спросите у меня, девочки. А кто ваш герой в программе? Кто мой герой в программе? Это человек, который, или семья, или коллектив какой-нибудь танцевальный, хореографическая школа, которые рассчитывают, вот они рассчитывают на себя, они просыпаются, они мне, на меня очень похожи, они не ждут милости от природы. Вот если их не устраивает эта работа, они идут на другую. Им недостаточно денег, они находят что-то еще. Вот, например, я сейчас была в лесничестве, этого не было еще в эфире, анонсирую. И приехала группа из детского сада. Им шили плащики, шапочки, и они сажают пятилетние деточки, желуди и все такое, потому что лесники говорят, а мы хотим, чтобы они знали, что получается из желуди. Так это же... И они так рады, они месят эту грязь. Пришла маленькая девочка Алиса, привет тебе, просто вот дитя мое, просто доченька моя. Может, бесконечно, да, говорите о ваших героях? Привет, как тебя зовут, Света, а меня Алиса. Ну, пошли сажать. Класс. Я хотела задать вопрос о любимых героях, но я уже поняла, кто. Да, это они, да, да. Это замечательно. Вообще, вы знаете, вот я пришла... У нас же выводы и девизы меняются в течение каждых пяти-десяти лет, но у меня такая история... Я вот как-то пришла к мысли, жизнь прекрасна и удивительна, а не так прекрасна, как удивительна. Вот. Но это я про мир. Хочу, чтобы все примирились, вот просто, и думаю, каждый этого хочет, что тогда получится. Что вот нужно жить, радоваться, страдать, все видеть, все слышать, не отворачиваться от людей и просто идти вперед. Вот жизнь свою жизнь. Вот давайте жить нашу жизнь без кое-чего этот день неправильным будет. Дорогая наша Света, мы хотим сделать вам сюрприз. Мы хотим вас вот так вот поздравить еще раз с днем рождения. Мы желаем вам только всего самого лучшего. Это надо стоя говорить. Мы вас очень сильно любим. Как и все зрители, Светлана, с днем рождения. Вы прекрасны, дарите дальше хорошее настроение. И пусть у вас всегда будет энергия для того, чтобы улыбаться и говорить нашим зрителям доброй ранницы в Беларуси. Ой, слушайте, я запуталась. Столько камер, я запуталась куда. Где? В любую, Света. Дорогие мои телезрители, зрители, пожилые, молодые, будущие, бывшие, я так люблю вас, белорусы. Когда у меня был эфир здесь, да, теперь это суббота, и я была в прямом эфире, не будем говорить, что это был последний эфир, это был просто тот эфир три года назад, и я сказала вам, я люблю вас, белорусы. Очень люблю. Это все, что я могу сказать. И это взаимно. И мы очень любим, да. И все, Беларусь вас любит. Давайте вы сами проанонсируете, мне кажется, завтрашнюю программу. Это будет оригинально. Да, завтрашнюю программу, да. Дорогие мои телезрители, девочки всегда все делают хорошо, но вообще, вы знаете, это трудно, это такая бригада, знаете, у меня такая бригада, огонек, начинает водителя, видите, прекрасных операторов, за каждым из них стоит очередь на работу. Нас восемь человек, и вот в снег, в пургу, в дождь, в лето мы едем, смеемся в машине, что-то выясняем, спорим иногда очень громко, и потом все приготавливается, и мы выходим, нам говорят, задарасьте, и пошло-поехало доброе утро со Светланой Боровской. Давайте будем ехать мирно и радостно. Смотрим.